Друзья, всем привет! Помните, еще осень я снимал один ролик, где предлагал поснимать серию видеороликов про переезд в Москву? Так вот, сегодня, 14 января, когда вся страна отмечает Старый Новый Год, появилось творческое желание пройтись, прогуляться по Москве и показать, что же такое Москва глазами приезжего. И начнем мы, конечно же, с Комсомольской площади, площади трех вокзалов. Казанский, Курский и Ярославский. На секундочку, Ярославский вокзал имеет самую длинную ветку железнодорожных путей, она составляет 9300 километров. И вот сюда каждый день приезжают иногородние люди, с ближайших городов и кто откуда. Подходить к каждому из них мы пытались сделать такой эксперимент, ну знаешь, подойти, задать пару вопросов, пообщаться с человеком, спросить его планы, но люди приезжают все дикие. Еще, знаешь, у всех такой стереотип есть, в Москве на каждом углу что-то тебя хотят впарить, обмануть тебя, поэтому все говорят, не-не-не, ничего не надо. Я говорю, ребята, интервью бесплатное, просто спросим и отпустим, не-не-не-не, надо бежать, надо бежать. Этот видеоролик будет интересен всем тем, кто хоть когда-то держал в голове мысль о переезде в Москву с точки зрения заработать, с точки зрения изменить свою жизнь. Ну многие люди живут в маленьких городах и говорят, ну не нравится мне, ну тут гнетает меня, душат, все друг друга знают, выйдешь, нет куда сходить, нет возможности. И кто-то пытается поехать на Москву, заработать денег. Именно поэтому наша серия начинается отсюда. Если вам понравится этот видеоролик, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, потому что это не последнее видео. Все те, кто подписан на канал с точки зрения автомобилей, друзья, на этой неделе обязательно будем снимать. Год начался, будем делать больше видеороликов. Поэтому, если вам эта тема не интересна, ставьте лайк и до новых встреч. Вот такая дикая атмосферка встречает всех вновь прибывших. Ну смотрите сами вокруг, вот серая погода, минус 5-7 градусов примерно на улице. Все куда-то спешат, периодически где-то какой-то моросящий дождик серый с начала года. Самое то время, когда стоит что-то менять, согласись, с одной стороны. С другой же стороны, вот ты приехал в Москву, что делать, куда идти, где ночевать, где жить. Здесь самое время поговорить про цены на жилье. Друзья, ну смотрите, самый дешевый вариант, который вы можете найти, это проживание, конечно же, в хостеле. Там цены начинаются от 300 рублей за сутки. Да-да, 300 рублей за сутки, но вы получаете, конечно же, комнату, где будет помимо вас еще жить 7, 8, 10 человек. Кто-то будет, конечно же, спать в пьянике с перегаром, кто-то будет храпеть. Тем не менее, этот вариант гораздо выгоднее и интереснее, чем остаться спать на улице. Ты можешь принять душ, ты можешь сходить в туалет, ты можешь воспользоваться кухней. Если же денег у тебя побольше и ты готов снять себе жилье, по окраинам Москвы вы можете снять квартиру однокомнатную от 20 тысяч рублей. За 20 тысяч рублей вы, конечно же, получаете пустую квартиру, в которой, по сути, не будет ничего. Там не будет мебели и поэтому вам нужно будет что-то завозить. Если же у вас есть, конечно, работа, вы уже приехали, у себя цели направлены, возможно, вы купите какую-то себе мебель в Икеа. Если же вы приехали, так сказать, рисковать, пробовать, пытаться, квартира однокомнатная с мебелью будет стоить от 25 до 30 тысяч рублей. Подчеркиваю, по окраине. Если мы говорим про двухкомнатные квартиры, цены начинаются от 35 тысяч рублей. Как правило, эта квартира в более-менее нормальном районе с шаговой доступностью до остановки или до метро. В основном же, конечно же, если вы покупаете квартиру, которая возле остановки, до метро вам ехать еще 5, 10, 15 минут. Все по-разному. В любом случае, какие-то делать обзоры не стоит. Вы можете все зайти на авито. Сегодня с этим проблем нету. Ставите отметку частник и ищите, соответственно, себе квартиру. Сегодня, благодаря интернету и наличию одного-двух знакомых непосредственно в самом городе Москва, вы можете найти себе подходящий вариант, уже заранее сделать резерв, убедиться, что вас не обманывают, что все будет честно. Приехав в Москву, получив ключики, от своего друга отправиться домой заселяться. Друзья, смотрите, мы, передвигаясь по городу, встретили музыканта по имени Андрей, и мы ему зададим пару вопросов. Андрей, скажи, пожалуйста, как давно ты приехал в Москву? Ну, почти 20 лет назад. А вот ты, когда приезжал в Москву, откуда ты приехал, с какого города? Из Киева. А цель твоя переезда какая была? Вот тебе в Киеве, чтобы не устраивал работу, жилье? Нет, так получилось, что моя девушка перевелась учиться сюда, и я не хотел ее бросать, и я переехал тоже. И вот в последнее время, последние 5-7 лет, вот чем ты занимаешься? Вот основной твой заработок какой в Москве? Нет, ну я занимаюсь музыкой, я профессионал. Просто последние, там, скажем, три года сектор очень-очень сузился, и работа стала меньше, поэтому я играю в метро. А так, играю в клубы, рестораны, свадьбы, юбилеи. Ну, на сегодняшний день твое творчество, оно тебе приносит достаточного количества денег, или тебе все равно не хватает? То есть, приходится больше работать, больше играть, чаще уходить дома? Ну, приходится что-то придумывать, больше работать, больше играть, я все равно не могу, это какая-то, кто-то кинет от души. Вот, так что денег, можно сказать, стало меньше. Ну, вот перспективы какие-то, развития, вот 2018 год только начался, вот ты видишь, что тут планы для себя ставишь? Я, конечно, попытаюсь что-нибудь придумать новое, да, по музыке, как это основная моя работа, но я не строю, то есть не питаю больших надежд на то, что станет резко лучше. Желание уехать из Москвы в какой-то другой город, в другую страну, в другое, вот государство есть, присутствуют, посещают мысли? На самом деле, да, на самом деле посещают, даже я подумаю о том, не вернутся ли мне в Украину обратно, потому что, ну, потому что реально так я могу и в Украине, как бы. Плюс-минус, грубо говоря, уехать в Украину и работать тоже музыкантом примерно, ну, по доходу будет плюс-минус одно и то же. Я думаю, что сопоставимо, так как здесь идет серьезный спад, а там понемножку идет подъем, и мои коллеги оттуда говорят, приезжай, ты не пожалеешь. Слушай, а еще вот такой момент, многие говорят, что надо ехать в Нью-Йорк, в Америку, там все классно, вот никогда не было мыслей таких, мигрировать в США. Я пою, что там я точно не смогу зарабатывать музыкантам, так как уровень тех музыкантов он... Значительно выше. Да, 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 там наши музыканты там моют пол. То есть ты думал об этом, но как бы анализируя, понимаешь, что... На Америку я даже не рассматривал, потому что в одном Нью-Йорке только 100 тысячи саксофонистов, это как бы... Я понял. Ну ладно, Андрей, спасибо большое, что ответил на вопросы, всего хорошего тебе, развивайся, спасибо. Но вы прекрасно понимаете, что не каждый, кто приезжает в Москву, добивается каких-то успехов, ВСО становится президентом, предпринимателем, жизненные ситуации бывают разные. Вот, допустим, одна из них. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Вова. Вова, скажите, пожалуйста, в какой момент что-то пошло не так? Когда вот вы приехали в Москву, и что произошло? Я извиняюсь, я хочу сказать, 8 лет, я уже без проживания, ну да, мать у меня старая, без пенсии. Но вы живете на улице или... Да, да, я живу на улице. А мать где у вас живет? А мать у меня живет, она без пенсии, по камесь. Но вы скажите, вот как так получилось, что вы остались на улице? Вы уже раньше жили в квартире, у вас был дом, правильно? Был дом раньше, а отец умер, мне было 7 лет. Без школы, без отца. В каком году у нас мы приехали? Ну, не помню, в 90-м. И поначалу была работа, вы куда-то устроились? Были все, машины были, чуть-чуть подкуривал. Подкуривал что? Травку или что? Травку, да, подкуривал, где-то, где-то. Ну да, подкуривал травку. Но потом были какие-то проблемы с другими наркотиками или не было? Нет, ну и мази, не те мази стали. Потом начал уже просить на кусок хлеба. Начал как-то общаться. Ну как вас уволили с работы, или вы перестали платить жилье, что у вас выглядели? Я вышел из тюрьмы, паспорт меня украли, я не могу устроиться, не могу устроиться на работу. И то есть с точки зрения государства, вот вы куда-нибудь придете, вам везде ничем, никто помочь не может? Вот, да, только пакеты дают. Только пакеты, вы ходите по улице? И ходжу, да, по улице. Ну вот у вас в 2018 год начался, вот в каком бы вы печальном состоянии не было, вот у вас планы какие, вот год, как вы думаете, так же, как и все остальные годы, или вы думаете, что что-то изменится? Я думаю все-таки найти работу с папами. Все, спасибо большое, Владимир. Желаем вам успехов, чтобы у вас все было в этом году нормально. Спасибо, всего доброго. Друзья, вот еще один человек, который хочет также поделиться своей жизненной историей. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Артем. Артем, вот когда ты приехал в Москву, в каком году? 12 лет назад. В 2005 году? Да. Сколько тебе лет было? 18. Ну ты приехал с какой целью, откуда, с какого города? С города Нижний Тагил. Приехал с целью какой? Работать, зарабатывать денег? Да. Ну и как дальше было? Ты приехал в Москву и... Ну и мне предложили пиво, пиво уже оказалось открыто. Так. И, видимо, там что-то подсыпали. Я, в общем, очнулся в полиции. И уже без документов, без денег, без всего. И дальше что было? Вот ты проснулся, у тебя нет паспорта, ничего. Но ты же как бы человек, который ты же в России, получается, родился, живешь. Да, я сам детдомовский. А, ты детдомовский, и тебе, соответственно, помочь никто ничего не смог. Но паспорт восстановить, это как проблема для человека бездомного? Да, в принципе, проблем-то нету. Это на Николу Римскую сходить, к Роману Сергеевичу, и все. Не, ну это понятно, восстановить. А почему ты в паспорте не восстанавливаешь? А смысла нету. Ну как, если у тебя будет паспорта, то ты же можешь устроиться куда-то на работу, или тебе уже как? Да я и без паспорта много где работаю. Ну а проживаешь ты где, на улице? На улице. Ну а, например, такой вариант, что вы как-то ска переелись, вот ты на улице живешь, еще кто-то на улице живешь. Что вы, например, зарабатываете, там, сняли квартиру одну на троих-четверых. Такой вариант у вас не рассматривался никогда? Нет, никогда. Да, есть рабочие дома, где живешь, работаешь, получаешь зарплату. Сегодня меня только не приняли, могу показать даже визит. Не надо. Ну а в целом, вот ты как бы, чем зарабатываешь на жизнь? Вот и утром просыпаешься, что ты делаешь? Попрошайничаю. То есть на протяжении сегодня ты занимаешь попрошайничеством, атаку куда-то на работу, все где-то пришел, заколымил там грузчиком, еще что-то не практикуешь такой вариант? Почему? Сегодня я вот хотел ехать на работу, я говорю, вот визитки. Угу. Ну, меня не взяли. Почему? Что сказали? Ну, сказали, помойся, постирайся, потом приходи. Ну, а тебе помыться, постираться ездили? То есть как бы исходя из того, что ты на улице живешь, чтобы ты как бы такой возможности не имеешь? Почему? Имею. Просто сегодня баня не работает на Нижнестосуальном переулке. А, то есть в баню ты уходишь, принимаешь все? Да. Там бесплатно. Тебе сейчас сколько лет? Тридцать. Какие у тебя планы? 2018 год начался, как вот ты думаешь, что в этом году будет? Все то же самое, что и в предыдущих? Или ты как бы планируешь, что в этом году что-то изменится? Я планирую, что изменится. Ну, и какие у тебя планы? Вот так вот, в двух словах. В двух словах поехать в рабочий дом и жить, работать, зарабатывать. Трудиться. Ну, все, спасибо большое, что высказался. Желаем тебе удачи, чтобы у тебя в этом году все получилось. Возможно, кто-то из вас сейчас задастся вопросом, а зачем вот я показываю этих людей? Кого-то хочу запугать, показать вам, что вы приедете в Москву и обязательно станете бомжом. Вам кто-то подольет пиво, какой-то там наркотик, либо еще что-то. Нет. Все ситуации жизненные разные. И в первой части видеоролика, когда я предложил вообще идею снимать про Москву, я тогда обронил, что, мол, приезжайте все в Москву. Я же имел в виду, что приезжать в Москву стоит с творческим людям и тем, кто уже потенциально чего-то добивается в маленьких городах, кому не хватает там места. Если же вы проживаете в городе, вас все устраивает, вы работаете либо на стройке, либо в магазине, либо еще где-то, и получаете зарплату 20-30 тысяч рублей, и думаете, ну а смысл мне ехать в Москву, чтобы получать 50-60 тысяч? Вы делаете все правильно. Переезжать нет никакого смысла. Расходы на съем жилья, расходы на проживание, переезды по дорогам, все это скидает очень много денег. Таким образом, вы приедете, вроде бы вы стали получать в два раза больше денег, но по факту вы останетесь при всех тех же своих доходах. Очень много людей, которые приезжают из маленьких городов, из больших городов в Москву, пускают здесь корни, добивают здесь хороших результатов. Они не становятся грандиозными миллиардерами, миллионерами, но имеют хороший доход, имеют какое-то маленькое свое дело, либо где-то имеют постоянную хорошую работу. Если таким являешься ты, и ты бы хотел поделиться своей историей, кратенько рассказать людям, как ты приехал, с чего ты начинал, дать какой-то свой совет, у тебя всегда есть такая возможность, пиши нам. Все контакты со мной остаются всегда в описании каждому видеоролику. Мы обязательно с тобой свяжемся и застимим в очередной серии твою историю. На самом деле город очень контрастный. Как-то раз слушал музыку, и там были такие строки. По одной стороне едет Порш, на другой стороне лежит Бомж. И вот здесь это действительно так. Вот если мы видим на вокзалах такое скопление людей, которые относятся, скажем так, к слою малозарабатывающих, малоимущих, то сейчас мы пройдем буквально пару километров, окажемся в центре города, где мы сможем уже с вами наблюдать пробки из С-классов. То есть, прямо вот стоишь посреди дороги, слева, справа, спереди, сзади будут Мерседесы С-класса, Майбахи, очень дорогие Мерседесы, BMW в общем. Все вы прекрасно знаете, этим Москва, конечно же, кишит. Вокруг нас уже недвижимость, цены на которую начинаются от 10, 20, 30 миллионов рублей за небольшую жилплощадь. Конечно же, если мы уедем на окраину, там купить жилье собственное, можно примерно за 5-6 миллионов в самую маленькую однушку, площадь которой будет примерно 30-35 квадратных метров. Если же мы сейчас уезжаем куда-то в Новую Москву, то что находится за МКАДом, скажем так, там цены можно найти куда ниже, но везде на каждом углу развода смотришь на объявление, там пишут, квартира от 2 миллионов рублей, по факту получаешь просто коробку. Она будет пустейшая, то есть все нужно доделать, дорабатывать, а это еще как минимум 1,5-2 миллиона рублей. Таким образом, ничего за 1,5-2 миллиона в ближайшем Подмосковье вы никогда не купите. В лучшем случае это будет что-то где-то на отшибе и в печальном состоянии. И уверен, многие из вас скажут, за 6 миллионов однокомнатная квартира 30-35 квадратов, да я лучше в своем городе куплю трехкомнатную квартиру, куплю себе машину и еще и на жизнь останется. И, конечно же, вы будете полностью правы. Это рациональный, логический шаг. Тем не менее, спрос диктует предложение, а Москва всегда пользовалась повышенным спросом на недвижимость. Ну, давайте не будем забывать о том, что все мы в Москву приезжаем ради одного. Найти себе хорошую, достойную работу. Именно в этом городе мы это действительно можем сделать. Вот сегодня 2018 год. Сегодня очень хорошо развиваются различные роды технологии. Многие люди рекомендуют о том, что нужно работать уже давным-давно на весь мир. Не позиционировать себя на какой-то маленький городочек, а смотреть конкретно на весь мир. И именно здесь, в Москве, это можно сделать. Я считаю, что сегодня нужно полностью идти с головой в цифровые технологии, изучать интернет, изучать программирование, работать социальными сетями. И таким образом вы сможете неплохо зарабатывать денег. Конечно же, любая работа нужна, любая работа хороша. Каждый человек всегда здесь найдет себе место. Вы всегда можете найти работу на стройке. Вы всегда можете найти работу менеджера по продажам автомобилей. Здесь это присутствует, и предложения превышают спрос. И уверен, кто-то скажет, чего предложения превышают спрос? Да я прожил в Москве столько-то лет, мне здесь нифига работы нет. Работу не можешь найти, только дурак. Но давайте будем честными. Если ты ничего не хочешь делать, если ты хочешь прийти на работу, сесть, ложить так вот руки и получать хорошие деньги, никому-то не нужен. Тем более в коммерческих организациях. Такое возможно, если ты работаешь где-то в администрации, пришел, сидишь, а денежка капает. В конце месяца на зарплатной карте всегда будут деньги. В коммерческих структурах, вы все прекрасно знаете, все иначе. Работаешь, показываешь, что ты умеешь, эти дипломы, справки о том, что ты там учился, там проходил обучение дополнительное. Никому не нужны абсолютно. Здесь нужно непосредственно знание. И именно поэтому, что у нас есть канал, как бы мы уже где-то крутимся понемножку на YouTube, я предлагаю вам обсудить такого варианта. Смотрите, в 2018 году мы должны стать своими какими-то полноценными акционерами. А именно, мы должны что-то свое создать. Придумать какой-то сайт, либо какую-то услугу, либо какой-то продукт, который вместе с вами мы будем продавать. То есть создадим некий стартап. Конечно же, буду генерировать идеи, скажем так. Я, тем не менее, вас очень много. Я знаю, что среди вас очень много толковых людей. Предлагайте ваши мысли, что можно сделать. Ведь всегда гениальное просто. Кто-то скажет один, второй, знаешь, по щепоточке, по сернышку, по семечке. И мы сможем родить классную идею, на которой заработаю не только я, не только ты, а все мы вместе с вами. Друзья, наша прогулка подходит к концу. С вашего позволения, я буду продолжать экспериментировать и снимать различного рода ролики не про автомобили, делать различного рода репортажи. Если у вас есть какие-то пожелания, или же вы хотели бы увидеть что-то новенькое, уникальное, пишите в комментариях, если ваша идея будет действительно интересная. Я буду заниматься и снимать видеоролики для вас. Подписывайтесь обязательно на инстаграм канала, там всегда выходят только свежие новости. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, высказывайте ваше мнение конкретно этого видеоролика. У меня на сегодня все. Всем до новых встреч. Пока-пока.